Приход. Не было ни снов, ни кошмаров, исходящих из плоти, ни тупого ощущения смерти, которой нет, ни страха, выворачивающего внутренности. Просто Григорий знал, надвигается ужас. Якобы все оставалось дома на месте. Дома, коробки, равнодушные к своему существованию, солнце в пустом небе, трамваи. Но в мире появилось нечто, имеющее отношение только к Григорию, поэтому остальные ничего не замечали. Оно было скрыто. Оказалось, все вещи в миру, даже сам воздух, были лишь его оболочкой или завесой. Да и то, главное было не в этом. Главное стало в сжимающейся душе Григория. Но почему она сжималась? Может быть, что-нибудь неизвестное входило в нее, и она опустошалась? Но зато многое выражалось в его глазах. Они сами по себе маленькие, выкатывались, и на их поверхности соединялись такие слезы, водяные тени и испуг, что и сумасшедшие могли бы сойти с ума еще раз. А как подпрыгивал Григорий, ведомый своими глазками? Ноги он расставлял в стороны широко, как лягушка, и затем прыгал вперед в пространство. Официанты одобрительно смеялись, глядя на эти сцены. Волосы у него при этом поднимались вверх, как у Мефистофеля. На самом деле, эти прыжки вовсе не выражали ужаса Григория. Напротив, скорее, это было его веселье, может быть, просто развлечение, в котором он отдыхал. Сам ужас ни в чем не выражался. Точнее, пока еще в полной мере ужаса не было, было только его приближение. Но и одно было невыразимо. Так что обычный ужас стал весельем по сравнению с этим. Григорий очень полюбил обычный ужас с тех пор, как оно стало надвигаться. Как веселый поэт, он несколько раз бегал из конца в конец по длинному мосту, поднятому высоко над рекой, и все время заглядывал вниз, в бездну, туда, как всегда, манило. И все создавало комфорт для бессмертного прыжка вниз. И теплый летний ветерок, и зелень лесов на берегу, и синее солнечное небо, и томная гладь реки. Но Григорий, который раньше боялся смотреть вниз, даже со второго этажа, теперь хохотал, глядя в эту смерть на лету. Он скакал по краю моста, как бессмысленная и радостная птичка. Только что не было крылышек. Дома сжег все, что написал, за десять лет. Прогнал жену, которую любил, изнутри. А глаза все наполнялись и наполнялись приближением, которое ни в чем не выражалось, но вместе с тем вытесняло и страх, и слезы, и водяные тени. Глаза становились не глазами. Чем же стали его глаза? Но никто их по существу не видел. «Привидение! Привидение!» Правда, закричала одна маленькая девочка. Но она была слишком слаба, не могла принять хоккейную клюшку за призрак. Кошки и те не разбегались от глаз Григорию. Да и он стал смотреть в одни стены, ожидая, что там появятся знаки. Пусть почти невидимые, на камнях, на стекле, в самом воздухе, между сплетающимися цветами на подоконниках. Он, правда, их так и не увидел, но ему казалось, что некоторые тихие, без шляп, грозили пальцами туда, сквозь розы. Но тот другой знак, который видеоощущал, Григорий был абсолютен. Он был во всем. И на исходе третьего месяца Григорий стал трястись мелкой такой абстрактной и непрерывной дрожью. Члены отрывались от головы, которая холодела. И тогда в его глазах вдруг появилось последнее выражение предчувствия. Оно явственно говорило о том, что ужас уже скоро грядет. Иными словами, приход совсем близок. Приход, который относился только к Григорию. Приход, который вызывает в душе его только ужас. Но без всякого осознания, кто и что придет. Стал подпрыгивать, бить себя папкой по голове, как сладка бывает человеческая боль. И внезапно захохотал. Утром, когда весь мир был погружен в сон, О, это был не тот хохот, когда он глядел в бездну. Это был непрерывный, тотальный хохот. Не прекращающийся ни на минуту, ни на вздох. Да и по сути иной. Правда, в нем слышались светоносные рыдания, приглушенные, однако, волнами смеха. Кроме рыданий, слышалось также безразличие, которое тоже заглушалось хохотом. А задалью безразличия был холод, который проникал еще дальше в сам хохот. Но тоже был им отодвинут. Чуть отзываясь ледяным безумием в раскатах этого смеха. Но хохот был выше всего. Он покрывал саму смерть, возвышался над нею, как мрак. Таким хохотом можно было бы захохотать ангелов. Шел третий час такого непрерывного хохота. Григорий был один в своей комнате. То ли он сидел, то ли застыл в непредвиденной позе. Но он целиком ушел в высший мрак своего хохота. Вдруг кругом стало стремительно светлеть. Словно весь мир превращался в светло-призрачный. Сознание разрывалось на мгновение, переставая быть. И что-то незнаемое и вошедшее в его душу сразу уходило вверх, в небо. А что-то оставалось здесь, в душе, как в вихре. Он изменялся, ничего не понимая. Очнулся он одиноким. Никакого ужаса не было. Когда же будет приход, подумал он. И сразу почувствовал, что его уже не терзает это. Сонно и светло оглядел он комнату. Дома за окном, часы у стены. Наконец-то все в порядке, решил Григорий. Везде действительно был порядок. И сам он светился. Дома были не дома. Стены не стены. Душа словно превратилась в ледяную глыбу. И глаза, видя, не видели. Какой-то занавес рухнул. Не было и привычных дум о смерти. Но зато стало так странно, что исчезло само понятие о странности. А ее реальность превратилась в обыденность, не теряя при этом ничего. Да во что превратилось мое тело, спокойно подумал Григорий. Точно оно стало душою. А душа превратилась в тело. Он вышел. Люди казались тенями. Шум их небытия уходил в потустороннее этому миру. Все вроде бы чуть-чуть сдвинулось. Но внутри него было не чуть-чуть, а то, о чем нельзя было даже задавать вопросов. Небо как будто не было. Точнее, все превратилось в небо, в котором плыли осторожные призраки. Прежние люди, твари, дома. И тогда Григория охватила белая, пронизывающая радость. Радость от того, что все умирает. Что все в полном порядке. Радость вне судьбы и всего того, что происходит. Радость помимо существования. Она выбросила его в ближний переулок. Он плыл вперед, и внезапно за оградой, в саду, у стола со скамейкой в стороне. От старинного дома он услышал существ. Они были белые, высокие, светящиеся, с узкими длинными, как свечи головами, уходящими ввысь, словно растворенными в небе. Они как бы плыли, и в то же время ступая по земле, и светло белели подавляющим крайним бытием. Их оторванность это всего больно ранила Григория. Он дико закричал, хотя какой может быть крик в этом мире, где царит полный порядок. Этот крик не изменил его. Он остался кричать, как цапля, повисшая над озером. Для существ ничего не существовало. Что было ему знакомо? «Боже, как он высок! Как он высок!» Застонал Григорий, указывая на одно. «А что они делают? Что говорят? Что думают? Есть ли между ними нить?» И он стал пристально, тихо прижавшись к дереву, вглядываться в них. Какое счастье, что они и его не замечали. Выдержал бы он их внимание. Призначно странный порядок тот, который появился после его пробуждения, неожиданно разрушался. Чем больше он вглядывался в существа, может быть, он просто заполнял собой все. Его душа росла и росла по мере того, как он иступленно глядел на них. А они, видимо, не замечали его, оторваны от всего, что прежде было реальностью. Они плыли мимо себя, постоянно пребывая в себе и в чем-то еще. До какой степени они во мне, думал Григорий телом, и был не в силах оторваться от них взглядом, Хотя эта прикосновенность все изменяла, изменяла его по ту сторону спокойствия и тревоги. С каждой минутой все мощнее и скорее. И он быстро терял возможность остановиться и выйти в прежний белый покой, Которым, строго говоря, не было никакого покоя. И тогда он увидел круг, один большой светлый круг над миром, Круг, ранее им невидимый, но который в сущности был невидим им и теперь Для тайно возникшего в нем интеллектуального света, Так, как был навеки скрыт это всего своей белизною. И тогда Григорий опять закричал. С ними я могу, с этими лицами! Он посмотрел на существ. Но в этом круге я исчезну. О чем? Зачем? И он закрыл глаза, чтобы не видеть холодно-ослепительного божества. Но существа вдруг открылись. Он понял, что есть нить, нить между ним и ними. И ему даже показалось, что тот высокий сделал еле заметное движение, Чтобы призвать Григория к себе. Как собрата Григорий двинулся навстречу туда, к существам. И в ответ сознание его окончательно рассыпалось, Рассыпалось на чутки безмянные искры, Которые летели в пустоте, как от костра. На мгновение он ощутил себя блаженным идиотом, Который с высунутым языком наблюдает полет своих слюн. Но в то же время распавшееся сознание Обнажило пустоту, белую, странную пустоту внутри него, Которая сразу стала жевать и шевелиться. И ему почудилось, что он уже может общаться с этой пробужденной пустотой, Ставши белой, с теми светлыми, плывущими над измененным миром существами. Может быть, он уже говорил с ними, Но исчезающая привычка осознавать мешала ему войти в новый мир, Вернее, помешала на секунду. Искры вспыхнули и погасли. И когда Григорий подбежал к существам, Он уже был не Григорий. Он только весело вертелся посреди, Словно помахивая хвостиком Под непонятным и холодно зачарованным Световзглядом, исходящим от их тел.